Доброго времени суток, дамы и господа, сегодня мы играем на ТХ-10, и сегодня я покажу вам офигенный микс для ТХ-10, масс миники, приятного просмотра. Итак, друзья, в нашем распоряжении вот такой вот сочный ТХ-10, моя основа, сороковая квина, тридцать девятый кинг, ну и следующая прокачка лаборатории, тут практически все фуловое, кроме пары баночек. Ну и микс, который я вам сегодня покажу, будет использоваться на КВ, и, боже мой, он офигенен. Микс, ребят, следующий, это масс миники под Квинхиллом, точнее, даже, наверное, наоборот, Квинхилл под масс миниками. Замечательно, поразительно, гениально. Следующий состав армии, это Квинхилл из пяти хилочек и квины, 10 миников, 8 шаров на отключение черных бомб, зданий дефа, устранение тех самых зданий дефа и так далее. Также 8 бомберов для Квинхилла, ну и 14 лучниц для зачистки каких-то халявных зданий. По баночкам я решил взять 4 рейджа, все это уходит на Квинхилл и на крепость клана, ну и также в качестве саппортинга парочка зелий фриза. Все-таки на 10 танхолле встречаются синглы инферны, и без фризов тут, ну, реально не обойтись. В моем же случае, как только я увидел эту базу, я сразу понял. Ребят, тут можно использовать микс, который мне очень сильно нравится на ТХ-9. Но то был ТХ-9, а это ТХ-10, и тут я очень захотел попробовать. В общем и целом, 10 танхолл, отличные прокачки, 40 квина, 31 кинг, фуловый забор, фуловый деф. И вот это вот недоразумение, Квинхилл под минниками, и самое интересное, ребят, электродракон в крепости клана. Именно на электродракона и на Квину вся ответственность в этом миксе и падает. Что ж, ребят, хватит болтать, и давайте уже на примере самой атаки посмотрим, как эта вся тема работает. С самого начала, друзья, должен запуститься Квинхилл. Квинхилл, блин, он важен, его фейлить нельзя. Квинхилл должен вынести ПВОшку, желательно даже две, но главное вынести вражескую Квину и крепость клана. Именно сейчас я запускаю Квинхилл и начинаю почистку круга таким образом, чтобы мой Квинхилл пошел именно туда, куда мне надо. Как видите, врываются бомберы, открывают нужную мне секцию с первой ПВОшкой, сверху запускается минник, почищает круг, Квина наверх, ну никуда не уйдет. Далее, ребят, еще один минник бросается на золотую шахту, чтобы опять-таки Квина не захотела выходить за пределы этой самой секции, мало ли что и в голову придет. Но далее вроде бы все практически в безопасности, единственное, что эликсиро-хранилище надо еще снести, но так Квина, в принципе, уже идет туда, куда надо. В скором времени уже заагрится крепость клана, да, вот она выходит, я подкидываю первый рейдрик на мой Квинхилл. Как видите, поизон идет на вражескую крепость клана, выжигается там визард, лучницы, дракон, ну и в это время парочками запускаются бомберы, чтобы рвануть секцию, ведущую к чистильщику, вражеской Квине, ну и второй ПВОшке. К слову, вторая ПВОшка уже снесена, уничтожается уже центральная секция, в скором времени Квина будет подходить к вражеской Квине, ну и друзья, вы уже неплохо так, наверное, поняли, что, блин, Квинхилл реально вынес уже очень и очень многое. Немного минников и Квинхилл вынесли 48% баз на данный момент. Итак, ребят, кидаю Фриз на вражескую Квину, почему-то моя дурочка не агрится на вражескую девчонку, поэтому урона пока что в нужные места не заходит, но вот сейчас первый шот осуществляет Квина в нашу Квину и, соответственно, агрится. Агрится королева и уничтожает свою соперницу, не знаю, как ее назвать. А в это время разворачивается вторая часть атаки, вторая, но не менее важная. Ребят, как видите, я сохранил не просто так два рейджа, еще эти два рейджа предназначаются для электродракона. Запускаю я таран, запускаю я парочку минников и шаров наверх. И что? И зачем? Непонятно! А для того, чтобы вынести всю оставшуюся базу, все очень и очень просто. В принципе, логично. Шары нужны в большей степени для того, чтобы разрядить все черные бомбы. Но даже если они не разрядят черные бомбы, они, в принципе, вольют неплохой урон, сверху уже ПВОшек не было и, соответственно, здание неплохо зачистили. Ну и, как вы видите, электродракон и парочка минников в шараме без проблем, без проблем зачистили полностью верхнюю секцию. Там были какие-то здания дефа, были две инферны. Ну и, в принципе, пока я тут болтал... Что? Три звезды? Серьезно? И вот, ребят, вот реально, ни на секундочку, по-моему, никто из вас не должен был сомневаться в том, только разве что в самом начале, еще до того, как атака началась, вот реально в том, что тут будет взята треха. Настолько круто этот микс подходил под эту вот расстановочку, настолько классно считался этот Квинхилл, который заходит, выносит ПВОшки, выносит вражескую кину, выносит крепость клана. Ну и далее сверху, абсолютно в безопасности, под прикрытием шаров выходит электродракон в таранчике и под рейджами офигенно-офигенно все распуливает. Ребят, не знаю как вам, но я был под дикими впечатлениями, я такой типа, вау, крутяк, у меня получилось реализовать данный микс, то есть масс миники, Квинхилл и падает абсолютно фуловый ТХ-10 с какой-то супер КВшной крутой базой. Но это супер КВшная крутая база, может быть и контрить наземные миксы, может быть и контрить какие-нибудь там лавалуны, я не знаю что. Но этот микс, блин, он идеально сюда вписывался и я не применил им воспользоваться. Да мне пус! Что ж, друзья, берите микс на вооружение, на этом собственно видеоролик будет заканчиваться, знаю что короткий, но я уже в предыдущем видео вроде бы говорил, очень мало контента у меня для 10-го ТХ, и я что-то делаю, я играю, я атакую, я фармлю, а видео не записываю. Короче, надо брать себя в руки и это начало, это начало, брать я себя в руки до того, как я перейду на 11-го, то есть надо записать контент по десятке. И если честно, за такой контент, ну вообще не стыдно, потому что лично мне, вот с моим опытом игры в Clash of Clans 3 года, я вот этой атакой был сильно впечатлен, надеюсь и вам она также понравилась. Что ж, друзья, на этом собственно всё, если вы досмотрели видеоролик до данного момента, ключевое слово, которое сегодня будет в видеоролике, появляется на экране, это слово Пчёлка. Итак, друзья, если вы досмотрели видеоролик до данного момента, то Пчёлку запускаем в чат, мне будет интересно посмотреть, кто досматривает видеоролики до самого конца, так сказать, буду знать, кому давать респектосы. Но по поводу самого видео, спасибо огромное ещё раз за просмотр, удачи вам, побед на ЛВК, которые сейчас идут, ну и берите микс на вооружение, если увидите вот такую вот базу на КВ против себя, вы знаете, что делать, вы знаете, какой микс затащит её, без каких-либо сомнений, на 3 звезды. Ну и в принципе, микс берите на вооружение, достаточно забавная такая тактика, которую мало кто использует, а может быть вообще никто не использует, потому что, ну, я может быть сам до него её догадался, но это не точно. Ладно, ребят, спасибо за просмотр, удачки, пока-пока. Мне что-то подсказывает, что нас наебали.